У нас сегодня продолжается тема, что мы можем делать для того, чтобы создать церковь. И очередной отрывок, который мы рассматривали сегодня, очень важный отрывок, это «Спасание 50-й, что это главное». В этом отрывке, если очень просто смотреть, есть две основных элемента. Во-первых, здесь говорится о том, что сделал Христос для нас. Во-вторых, что должны делать лидеры в церкви, и интриги должны делать каждый верующий. То есть вот так, очень много природы. Христос, лидеры в церкви, и что должны делать каждый верующий. Что делать Христос? Начало, седьмой стих, восьмой, девятый, десятый. «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христоса. Поэтому и сказано, что поднялся на высоту, принял дредных и дал дары Христос. Поднялся означает ничто иное, как то, что он прежде спускался вниз на землю. Этот скрестивший Христос есть тот самый, кто поднялся в высший вес, чтобы напомнить собой всю Вселенную». Вот я приготовлю на свой принцип, что Христос, когда пришел на землю, он совершил свое дело искупления. Потом он поднялся к отцу обратно после воскресения. И потом он как бы пленил, не дал, когда он спустился на землю. Скорее всего, здесь Павел говорит о сошествии Духа Святого на церкви в День Хердесятницы. То есть Иисус, знаете, для такого образа победителя в Римской империи, победителя был в частинии. Римский воин приходил и, конечно, заевали его, коняющие, ну, всякая история, приносили закваченные. И здесь Иисус показывает, что Микополич, что он послял все необходимое, а он отдал эти дары своей церкви. Когда он пришел на землю, великий святой рукой, и дал церкви эти дары. То есть он снабдил церковь всем необходимым для совершения задачи, которые он послял. Или, как и прочее, вы идете в Ангелие до того, как он придет в первый раз и созидает церковь. То есть он все сделал со своей стороны, что он должен был, взял, и дал эти дары людям. И дальше Павел говорит о том, что теперь с этим даром они делают. И дальше он говорит о том, что должны делать лидеры церкви, и что должны делать верующие в церкви. И он дал одним быть апостолами и другим пророками, третьим, евангелистами, четвертым быть пастырами и учителями, чтобы приготовить святых в делу служения для соседания тела Христа. Здесь несколько таких функций в церкви. Апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учителя. То, что мы обычно называем лидерские служения в церкви, люди, которые стоят перед ними, скажем так. И что интересно, вот в этой группе есть люди, которые, ну, скорее всего, это был уникальный дар для нас человек, апостолы. А люди, которые лично ходили с Христом, которым он дал потом особое благословение, чтобы написать Новый Завет, его апостолы. То есть, особенный ученик Иисуса Христа. Скорее всего, этот дар не продолжается после того, как были первые апостолы. Хотя сегодня многие люди говорят, что они якобы апостолы помазанных богом. Но я думаю, что, скорее всего, они забуждаются. То есть, особенно, да, в данной группе, когда первые церкви. Но, тем не менее, есть пророки, есть евангелисты, есть пастыри, учителя. Вот прежде, чем мы перейдем к их задачи, этих людей, мне вопрос к вам. Почему Павел здесь не использует слово «священие»? Почему Бог не дал отдельным, определенным людям быть и исполнять роль священника? Это был очень популярный, очень понятный религиозный год во времена этого Завета. Вообще во времена Апостолы Павла. Почему вот среди этих вот людей здесь написано «набы не были священника»? Сегодня очень много священников. Какой же будет церковь, там есть священник. Почему здесь не было времена священника? Больше ассоциация с форисеями. Там странность, как форисеи, священник, священник. Совершенно это понимание того, что он может быть старателем, что он может делать это так. То есть что-то, потому что священник, как бы негативный подтекст, да, иудейский священник. Да, потому что церковь, что он показывает, что не нужен в этих форисеях, поэтому мы выводим не совместно, а вместе с людьми наглядами, которые мы имеем. Может быть, да. Но вы заметите, что многие есть священники, которые были священниками, то есть многие люди пришли к Богу. Почему он не говорит, что есть такой дар священника? Более всего, я скажу, много людей не в одном месте, но является особый дар священника. Почему это интересно происходит, да? Хорошо. Тоже, как бы, валидные теории, да? На самом деле, в футболе Святого Христа произошло очень интересное изменение в функции, вообще того, чтобы кто-то священник. До Святого Христа в Ветхом Завете было три категории людей. То есть, с одной стороны, вот, был народ Божий, израильский, был Бог, и между ними были священник. Священник, ему начало, как бы, соединять руку грешного человека со святым Богом, потому что был барьер, потому что человек был грешен, да, и для того, чтобы подойти к святому Богу, нужно было, например, принести ивнеон к этому священнику. Священник, как бы, в ременке, убил, и кровь символизирует, и смерть символизирует наказание за грех. Священник подошел, дошел, значит, крах, убил, и он не подходит к святому Богу. Но, в завете, приходится, что случилось, становится совершенной жертвой, которой достаточно вообще один раз на все веки принести за человечество, и становится серьезным зимой, становится генеральным священником, который стоит пред Богом и когда-то стоит за нас. Исчет ли мы сейчас роль священника? Нет, но она трансформировалась. Он говорит, вы, царственное священство, к кому он обращается здесь? Кто он, царственное священство? Кто царственное священство? Сережа Чудыев. Если внимательно посмотреть на первое послание Петра, оно написано обедущее всем просеянным, да, в Павелинской империи. Внимаете, с приходом Христа священство сохранилось, но оно трансформировалось. Если за этого был Божий народ, которому нужному священнику, чтобы соединять его с Богом, сейчас весь Божий народ стал священником. То есть, как это износит, является священником. Кого мы соединяем с Богом? Мы соединяем верующий мир. Понимаете? То есть, как же Божий народ, священник, Бог, сейчас есть мир, есть священство, царственное мир, мы с вами, Божий народ в середине, и есть Бог. То есть, в чем задача священника? Она также продолжает приводить человеку к Богу, но теперь в нашей, скажем, пасховой является весы. Неверующие, люди, которые не знают Бога. То есть, теперь, вместо того, чтобы отдельным каким-то людям быть профессиональными людьми, каждый из нас Бога признан быть священником, служителем, приводить людей, как Христом. А и созидать церковь на людей. Тогда вопрос возникает, а в чем тогда вообще задача, тогда, ну вот, вот этих вот людей? Да, вот у нас Сергей есть. У нас есть люди, которые проповедуют вслуху. То есть, ну, зачем так? То есть, кто он такой вообще, этот человек? Вот интересно, что Новый Завет нигде не называет лидера церкви, священника, называть их пастырями и учителями. Да? И в чем задача пастыря? Очень интересно, ребят. Вот здесь мы сейчас как раз переходим к этому очень важному стиху 11 и 12. И он дал одним быть апостолами, другим пророками, третьим ангелистом, четвертым быть пастырями, учителями, чтобы приготовить святых к делу служениям для созидания тела Христа. Задача лидера в церкви – это готовить нас, священникам, к делу служения. Понимаете, как все перевернулось ног на ногу? Теперь мы служим Богу, как священник, тем, что мы приводим людей, как престол. Но задача лидера в церкви – это нас подготовить к этой работе, нас обучить тому, как это делать. Мы стали священниками, и священство всех верующих – одна, кстати, из фундаментальных доктрин вообще о протестантской реформации было в 16 веке, когда реформаторы пришли, у них задача была не внести герес в какую-то церковь, а наоборот вернуть церковь к изначальному источнику писания. Потому что католическая церковь превратила пункцию священников опять в то, что было в Верхнем Завете. Это голосовый человек, который только мог один принимать, например, вино. Это человек до сих пор, который принимает век прихожане, но только священник имеет право принимать вино. И этот человек, который во время благослужения считает, что в буквальном смысле происходит трансформация века и вина в крови тела Христа. И вот только принимая их, мы можем продолжать пребывать в спасении. То есть, если ты перестал принимать участие, ты не можешь быть спасённым. Если ты не являешься как-то участие, то не можешь быть спасённым. То есть, как бы, они опять возлют своего священника на роль остального человека. А Новый Завет говорит, что они не нравятся. Абсолютно. Мы все вершины перед Богом, все прощены, все приняты Иисусом Христом на абсолютно том же самом основании. Никак ничего остального в роде Моя Баска нет. У него нет особого положения перед Богом, особой функции того, чтобы людей приводить именно к Богу, но у него есть особая функция готовить святых на дело служения. И в этом отношении, знаете, ну, просто человеку всегда проще вот прийти, как говорится, к батюшкам, да, то есть вопрос к батюшкам, то есть вопрос к главному начальнику. А в библейской теологии, в Новом Завете, ну, нет такого самого. Лидер церкви, лидер церкви, они готовят святых на дело служения. Знаете, а разница здесь вот в чём? Разница примерно такая же, как разница между доктором и тренером. В чём задача доктора? Когда ты приходишь в доктор, в чём его роль? Да. Ты пришёл к профессионалу, который обладает определённой суммой знаний, которые он долго учился, чтобы получать. И он, ты приходишь, смотришь, у меня болит рука, он посмотрел, зашёл в эту сумму знаний, сделал тебе дядь, поставил, ты пошёл домой. То есть ты клиент, ты пришёл, получил определенную сервис и пошёл домой. Понимаете? Вот задача пастора, как действовать, это не то же самое. Это не задача профессионала, к которому ты приходишь, чтобы получить отпущение грехов, или там с какой-то проблемой, который... Его задача, это больше как задача тренера. Давайте подумаем, в чём вообще заключается задача тренера. Что делать, в чём заключается его вообще? А? Пустили. 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 Что такое, представить, кому. Пустили. Ну, как? Когда побеждает команда, кто побеждает? Побеждает не тренер, tarefa. И вы играете. «Ты, наверное, на Краснодаре встал» или «Медвестный», я говорю, что «Я лучше не отдам всех за вас играть». И он выходит на поле, и один играет более-более, 11 человек будет. Но он не может так сделать, потому что задача тренера – это задача подготовки команды. Это задача экипировки, выявить каждому человеку, каждому футболисту то, какой у него дар. Он лучше будет в защите играть, в нападении, в существо врата. Понять, для чего он предполагается, поставить его на правильную позицию, подготовить его, натренировать, и потом выйти с помощью команды. Понимаете, друзья, экипировки представления и задачи пастыря – это больше похоже на экипировки, тренер, чем на науке, доктор или психотерапевт, или другого профессионала, которому я предпочитаю, что в паре не нужно было членовое позиции. Но очень много, очень часто мы сегодня переносим вот такую модель ожидания на пастора. Мы видим, что пастор должен делать всё, он должен мне служить. Я прихожу к церкви, чтобы он был исполнял мои духовные души. Они чуть-чуть не часто обижаются. А что пастор на меня не обращает внимания? Он должен проводиться на пастор всю жизнь. То есть подсознание мы переносим в ту же модель ожидания на пасторе, чтобы он мне служил, он заботился о вам, он мне ответил. Что здесь говорит апостол Павел? Их задача – приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа. Вопрос – кто должен быть созидателем Христа? Святых. Кто? Гроги, команды. Кто созидает тело Христа? Простые верующие люди, христиане. Задача лидера – это подготовить команду. Задача Сергея, например, да, это учить нас, как нам проповедует понятие, что когда нет церкви, нужно начинать наступиваться с нового. Когда появляется церковь, задача лидеров церкви – это учить людей, как надоевствовать. Идти в мир и приводить на них от Христа. Учить людей, как они могут в них заботиться о друге, как они могут заниматься различными служениями церкви, для того, чтобы церковь созидала сама себя. И теперь посмотрите, в чём ответ уже наши с вами. До тех пор, пока мы все не достигнем единства верием и в познании свинокожего, пока не достигнем духовной зрелости и пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. И тогда мы уже не будем малыми детьми, колебленными волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих людей в заблуждение. Но говоря едином с любовью, с любовью и истину, мы будем возрастать во всём отражая характер Христа, который является главой, благодаря которому всё тело соединено и скреплено всевозможными связями и все части его выполняют каждую свою функцию. И при этом всё тело возрастает и созидает свою любовь. Посмотрите, лидеры, пастыри, учителя, они готовят святых на дело служения, святые служат и происходит вот этот процесс чудесной трансформации роста церкви в зрелости. Несколько важных моментов отмечу здесь. Во-первых, когда мы приходим ко Христу, мы, можно сказать, вот эти вот малые дети в духовном смысле слова, как здесь он говорит, колеблемыми волнами носимые ветрами разных учений. То есть я помню себя, когда я обратился ко Христу, в моей голове была масса разных, ну, очень много разного мусора. О разных религиях, которых я читал, значит, разные религиозные учения, разные идеи. У меня в голове была масса мусора. Слава Богу, я пришёл ко Христу, да, пришёл. Но, понимаете, в этот момент прийти ко мне какому-нибудь уже учителю, где там очень убедительно мне рассказали о том, что есть, знаешь, ещё вот такая религия, она очень тоже классная. Она тебе там, например, даст что-нибудь. Чего тебе, например, христианство дает там. Много денег тебе даст. Конечно, тебе осталось лошадь. Мне же хочется много денег. И вот, когда человек приходит до Христу, он ещё духовно не зря. Его очень легко, ему можно легко как бы носить. Промыть голову. А сейчас мы живём, помните, мы говорим, будет Богом, в которой такое количество гигантской ложной информации. Да, почему ты найдёшь себя учителя вообще на любой вкус и цвет. Какой ты хочешь, такой Бог тебе это будет. Ну, какой ты Бог, да? Какого проповедника ты как бы себе найдёшь для этого, да? И здесь он говорит, что вот из этого состояния мы должны переходить в состояние духовной зрелости. Пока мы не будем подобны Христу. И здесь причём речь, знаете, такая аналогия, что вот из ребёнка мы становимся зрелым мужем. И мы становимся зрелым мужем не каждый сам по себе, а только вместе. То есть церковь делается на церковь метафором мужчины, вот этого большого как бы человека. Не то, что каждый из нас сам по себе. И вот здесь очень важный момент, да? То, что духовный рост вообще-то невозможен просто, когда я сижу дома один. Для этого мне нужны другие верующие люди. Только когда мы служим друг другу своими дарами, тогда происходит духовный рост. Это происходит не только в воскресенье, а в течение недели, когда мы общаемся друг с другом, молимся друг за другом, переживаем друг за другом. И как это происходит, да? Говоря с любовью истину, мы будем возрастать во всём отражая характер Христа. Вот говоря истину с любовью, это как раз один из инструментов того, как мы помогаем расти друг другу. Здесь оба слова очень важны, да? Потому что вот этого духовного единства можно достигать либо через истину без любви, либо через любовь без истины. И любовь без истины очень-то очень, ну, такой очень лёгкий соблазн для церкви, да? Когда церковь начинает размывать евангельскую истину ради любви. Знаете, есть множество церквей, которые, когда появилась как бы на социальном фоне вообще началась идея провозглашаться, что, допустим, однополые отношения – это нормальное, это благоусловно, это вообще классная вещь. Многие церкви, они были как бы, ну, в такой ситуации, принять ли нам это или не принять? Вроде Библия говорит однозначно, что истинно, окей, это ненормально, да? Но люди, одна из причин, по которой есть, например, гиберальные церкви, которые принимают это как норму, просто их жалко стало людей. Ну, жалко же, вот человек, если лечение своего укола, он хочет жить, мужчина, может быть, жизнь мужчины, да он при этом верующему, жалко же человеку, давайте пойдем на встречу. То есть, что происходит? Происходит, как бы, любовь, но без истины. Истина, значит, неудобна, мы оставляем истину, и церковь впадает в либерализм. С другой стороны, есть крайность истины без любви. Я думаю, что мы тоже знаем такие ситуации, такие церкви, в которых, знаете, ультра-ападоксальные, консервативные позиции. Что вот есть только черно-белое представление святости, только такая святость, только такая спасется. Все остальные грешники, они любят, очень строго, очень серьезно, все черно-белое и истинно без любви. Нет вообще никакого, как бы, места для принятия просто, да, принятия людей, которые отличаются от них. То есть, вот, здесь он говорит, что и одно, и другое важно в наших отношениях друг с другом. И очень важный момент здесь в конце. Благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными связями, и все части его выполняют каждую свою путь. При этом все тело возрастает, созидается в любви. То есть, одно тело, одна церковь, и оно раньше только тогда, когда каждый элемент тела делает свою работу. Понимаете, мы можем растить только тогда, когда Саша или Роман в свою группу играет, какие проповедуют, Вика и Таня занимаются столами, Аня занимается детьми. То есть, когда каждый из нас делает, исполняет свою роль, только тогда тело начинает расти. Тогда мы, когда мы вкладываем свои дары в служение, только тогда происходит вот этот вот общий духовный рост. Я просто хотел бы, прежде чем перейти к вопросам, закончить на своем примере просто рассказать, что в моей жизни сейчас, на самом деле, один из самых сложных периодов за свои 50 лет, которые я пережил в последние два месяца. У меня сложные очень отношения с женой, там, брак на грани, скажем, распада. И последние два месяца я просто, ну, приехал к Сереже и Санне, просто в них жил. Мы общались, молились, и они очень сильно послужили мне своими дарами. И я пришел к тому, что я восстановился. И сейчас я пытаюсь восстановить свой брак. Знаете, я совсем как два месяца, где я был два месяца назад. Почему это произошло? Потому что люди просто служили мне своими дарами. Утешение, ободрение, слово, обличение там, да, я вот такой был весь на полу, скажем так, на духовном. Вот. И сейчас я уже начинаю постепенно оживать и начинаю делать какие-то позитивные шаги. Почему? Потому что, братья и сестры, Бог послал людей, которые мне помогли. Знаете, я просто призываю нас к тому, чтобы мы были вот этим друг для друга. Потому что это не только задача лидера церкви, это задача каждого из нас. Быть друг к другу членами, вы друг к другу братьями и сестрами, которые призваны Богом к тому, чтобы служить друг другу. В минуты трудностей, в минуты каких-то проблем нужно. А задача лидеров, то есть не ожидать от них какого-то, ну, быть супергероями, которые должны все делать за нас. Таких задач нас обучать. Их задача готовить нас к служению. Я вот знаю, что Сережа готовит курс с сентября, который он начнет для членов церкви, как проповедовать неверующим друзьям. Вот как с ним изучать Библию, как вообще их. То есть это прям его задача, его работа от Бога. Готовиться к служению. А наша задача служить, друзья. Наша задача проповедовать Евангелие своим друзьям на работе, где мы живем, на соседям, знакомым нашим. Являть пример Христа, приводить их к Богу, приводить их в церковь. И в церкви служить и созидать эти люди. Вот наша задача. То есть есть тренер, есть команда. Давайте будем играть каждую свою часть команды. Вопросы для размышлений. Сейчас я хотел бы дать вам 15 минут. И маленькие группы. Я хотел бы, чтобы вы ответили на все три вопроса. Я заметил, что иногда мы начинаем развиваться по группам, мы застреваем на первом вопросе. Постарайтесь выделить время для всех трех вопросов. И чтобы дать возможность каждому человеку выставить церковь. Что вам лично откликнулось в слове сегодня? Что было особенно важно услышать? Второй вопрос. Согласно этим стихам, в чем состоит основание? Как это отличается от того, что люди обычно ожидают от них? Спасибо.